В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. В Черкесии также дождь. Температура ночью плюс 10, а днем 12 градусов тепла. Это не первая поездка глав районов в зону специальной военной операции. С подобными визитами наших ребят, дабы подбодрить их боевой дух, посетили руководители и других муниципалитетов. И в этот раз собрали груз со всем необходимым. Спецсредства, медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Чтобы наши бойцы на передовой могли вспомнить и почувствовать вкус родного отчага, в продуктовом наборе есть мясо сушеное, копченое, колбаса домашняя и многое другое. Груз был сформирован по запросам самих военнослужащих. Весь мир говорит не только Россия, что сегодня происходит очень серьезный передел мира на территории специальной военной операции. В том числе там принимают участие ребята из Карачаево-Черкесии, которые отважно, героически исполняют свой долг. Нашим бойцам вместе с делегацией от единого штаба Карачаево-Черкесии также были переданы три маневренных автомобиля. Два внедорожника, один из которых бронированный и семиместный фургон. Хотим выразить свою благодарность, сказать слова благодарности Рашиду Борисповичу, главе республики, также тем, кто нам приезжал сюда и передал эти автомобили, это главы районов. Спасибо вам за вашу поддержку. Очень приятно это все. И это все нам оказывает неоценимую поддержку и помощь. Это ваш личный вклад в нашу победу. Как отмечают главы муниципалитетов Мурат Хапиштов, Рамазан Байрамуков и Мурат Лайпанов, самое важное для них это то, что они прочувствовали сильный боевой дух наших военнослужащих и абсолютную убежденность каждого бойца, что победа неизбежна будет за Россией. Особо здесь ребята ни в чем не нуждаются. И поэтому наша главная задача просто им в глаза посмотреть, их не боевой дух, ощутить на себя. Вот это на самом высоком уровне. И самое главное, огромный салам из Карачаево-Черкесии. Встреча глав муниципалитетов на передовой с командованием и личным составом с первых же минут перешла в формат открытого и доверительного диалога. По возвращении домой члены делегации проведут адресные встречи с семьями наших военнослужащих с целью оперативного решения вопросов, о которых им лично поведали бойцы. Ахмат Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске прошла акция «Парад у дома ветерана». Первое поздравление получил участник Великой Отечественной войны из Черкеска Макс Беленький. Учащиеся 9-й гимназии республиканской столицы подготовили театрализованное представление, посвященное Великой Победе. Звучали стихи и песни военных лет. А еще мальчиши-кибальчиши, моряки и юнормейцы устроили парад во дворе ветерана по улице Красноармейской. Участник Великой Отечественной войны Макс Беленький и его супруга Любовь поблагодарили ребят за поздравления и проведенный парад. И поделились воспоминаниями о том, как встретили День Победы в 1945-м. Конечно, такое торжество, это очень, понимаете, сильно действует на нашу душу. Вы даже слезу смахнули, да? Ну, еще. Да-да-да, я видела тут. Я помню, я в селе жила, и как раз мы на уроке были, и вдруг председатель скачет в селе по улице, кричит, победа, победа. Она распахивает дверь, у нас учительница Анна Михайловна Некрасова, и она как услышала это слово, и она, значит, припыла кого-то оконное. И она вот, а мы все плачем, потому что одни плакали от радости, что, ну, вообще-то все от радости, а другие еще плакали, что кого-то потеряли. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. Удачной вам рабочей недели и встретимся завтра.